Приветствую вас, я думаю, что правда она, как это водится, где-то посредине, то есть я думаю, что правда и то, что мужчине с вами хорошо, он как будто пропадает в другой мир, и правда в том, что у мужчины нет там чувств, когда он на расстоянии, вот, то есть мне так вот кажется, что и то и другое правда. Почему мне так кажется, я вам сейчас попробую объяснить, вот, ну суть этого заключается в том, что человек, именно с вами находясь рядом, может ощущать себя хорошо, комфортно и приятно, вот. Именно вот рядом с вами человек может чувствовать себя так. А потом, когда он соответственно от вас отдаляется и соответственно, когда вы уже не вместе, он может в этот момент чувствовать охлаждение. Есть такие люди, которые, ну, которые так себя ощущают, вот есть такие люди, которые так чувствуют. И надо сказать, что подобное нормально, хотя и не сказать, что это прям, что это хорошее, не сказать, что это прям, что это позитивное, но тем не менее. Вот. Так что, у меня сложилось такое ощущение, что мужчина просто боится какого-то сближения. У меня сложилось такое впечатление, что человек просто боится с вами сближаться, боится, что вы его, может быть, бросите, или что-то типа того. Вот. И хочет таким образом, как-то вот себя защитить. Защитить именно от, ну, от возможного негатива. Вот. Так, по крайней мере у меня, ну, вот. Такое у меня, по крайней мере, сложилось впечатление. От того, что вам написали. Вот. Что касается, что касается того, что вы сами запутались, то здесь, на мой взгляд, все достаточно. Просто в том смысле, в том смысле, в том плане, что вы запутались в том, что нужно вам, в том, что вы хотите сами. То есть, если бы, если бы вы, если бы, вы не запутались в этом, если бы вы четко отдавали себе отсчет, в том, например, что вы хотите, в том, например, что вам нужно, в том, например, что вам важно, в том, например, что вам ценно, вот, если бы вы в этом направлении мыслили, то я думаю, что всё было бы гораздо лучше. А так ситуация просто выглядит вот таким образом, что вы просто потеряли себя, потеряли свой ориентир, вот. И, собственно, вопрос, который у меня к вам есть, да, именно вопрос, который у меня к вам есть, заключается в том, почему так? То есть, вот, в какой момент вы начали стирать себя, в какой момент вы стали машину, вот, ставить, ну, на место, да, на место, более, ну, более первое, более важное, чем вы сами. Ну, вот, то есть, это он, он вам так нужен, что вы терпите такое отношение к себе, или есть что-то ещё, что, ну, что вы можете рассказать нам об этом. Вот, то есть, мне кажется, что, тут вот, очень важно это понять. Вот примерно так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаёте, примерно так можно ответить. Вот, то есть, понятно, понятно, конечно, понятно, конечно, что не всё так просто, и понятно, что не всё так, в общем, очевидно. Вот, понятно, понятно, что могут быть, ну, какие-то вот сложности и трудности, вот, понятно, что вы чего-то хотите, ну, от отношений. Мужчина тоже чего-то хочет, ну, с этого важно понять, как, собственно, вам и сказал мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович. Вот, это правда очень важная история, правда очень важный момент. Вот, 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 соответственно, примерно так вам можно ответить. Я не рекомендую вам, наверное, искать правду как таковую, потому что её нет. Правда, она у каждого своя, указывает своя правда, и, вот, у вашего мужчины она своя. Понимаете? То есть, ну, мне не кажется, это эффективной, эффективной позиции искать правду какую-то. Вам нужно обратиться на себя в поиске правду. То, что является, то, что является правдой для вас, является настоящей правдой. Вот, именно для вас, не для кого-то, именно для вас. И до тех пор, пока вы ориентируетесь, условно говоря, пока вы ориентируетесь именно на, ну, правду кого-то, а не на свою правду. Вот, ситуация будет выглядеть, ну, такой, что, вами, вами будет, грубо говоря, ну, манипулировать человека, или управлять, или манипулировать, или кто-то в этом роде. Я не думаю, что это всё-то хорошее для вас. Вот. Так что, я не рекомендую искать правду. Я не рекомендую, потому что, потому что, потому что, ты её бы не найдёте. А, правда, по крайней мере. Руказывай, она, она своя, как или иначе. Вот. Это то, что, я надеюсь, вы для себя поймёте. Это то, что, я надеюсь, вы для себя учтёте обязательно при дальнейших действиях своих. Вот. А, что можно сказать? Можно провести анализ вашего поведения в отношении, анализ ваших желаний, опять же, о которых говорил мой коллега. Вот. И посмотреть уже, значит, как и что вам, соответственно, нужно. Как и чего вы, соответственно, хотите, хотите. Вот. И уже, соответственно, исходя из этого, можно будет давать вам какие-то рекомендации. Исходя из этого, уже можно вам будет что-то рекомендовать. Да? Вот. Мне видится ответ на ваш, ну, ответ на ваш вопрос. А, примерно так и с таким. Вот. А, я надеюсь, что помог вам. А, если вам понравился мой ответ. А, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи. 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 Продолжение следует...